МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Настоящее время. В студии Вашингтоне с вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. Политический кризис в Украине. Разваливающееся правительство демонстрирует командный дух. Грузия защитит свои границы в интернете. Кибервойска начинают призыв резервистов. И жаркие телебаталии претендентов на Белый дом. Как демократы видят Россию. По традиции мы начинаем с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Главное событие сообщение о будущей исторической встрече Папы Римского Франциска с патриархом московским и всеярусией Кириллом, которая запланирована на следующей неделе на Кубе. Основными темами встречи, как ожидается, станут ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и гонения на христиан. В совместном пресс-релизе Святого Престола и Московского Патриархата при этом говорится, встреча будет включать личную беседу в Международном аэропорту Гаваны и завершиться подписанием совместной декларации. О важности этой первой встречи и ее предпосылках мы спросили теолога, специального корреспондента радиостанции Эхо Москвы в Киеве, Сакена Аймурзаева, который давно следит за переговорами двух церквей. Речь идет о действительно беспрецедентной встрече с российским патриархом, то, чего не было никогда. Но, надо сказать, не всегда этого хотели обе стороны. То есть тут надо еще и брать отсчет с того момента, как обе стороны, или хотя бы сторона Ватикана, как более в этом смысле настойчивая, изъявила четкое сформулированное желание встретиться с главой Русской Православной Церкви. Это действительно случилось, ну, вот приблизительно, наверное, лет 50 назад. И после этого все понтифики, все главы католической церкви так или иначе изъявляли свое желание побеседовать. Папа Иоанн Павел II более всех этого хотел, как поляк, как человек, который, в общем, жил и работал в социалистической Польше. Он хотел не просто встретиться с патриархом Алексием или патриархом Пименом, который был до него, он очень хотел приехать в Россию. Но сейчас, как мы видим, это случилось иначе. Папа не приезжает в Россию, патриарх не летит в Рим, а оба встречаются на Кубе. И это, конечно, отдельный, очень интересный факт, который показывает такое изящество. Изящество этого дипломатического решения. Сегодня стало окончательно понятно, политический кризис в Украине величина постоянная, даже если звучат заявления, что власть это команда. Обо всем по порядку. Президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заверили послов стран Большой Семерки в Украине сохранение единства власти. Арсений Яценюк заявил, что уйдет из Кабмина только вместе с министрами. Команда правительства до последнего будет бороться за Украину и дальше, сказал премьер. Правда, вот что раньше мешало Кабмину быть командой и бороться, так и осталось непонятным. Командный дух продемонстрировали и министры аграрной политики, информации, здравоохранения, инфраструктуры. Они отозвали свои заявления об отставке. Министр же экономического развития и торговли Айварас Абрамовичу своего решения не поменял. По-прежнему намерен уйти по причине политической коррупции во власти, которую, по его утверждениям, устраивает в частности первый зам председателя фракции Блок Петра Порошенко в парламенте Игорь Кононенко. Ну и дальше больше. Сам Яценюк заявил, что министр Абрамовичус теперь под защитой его фракции Народный фронт и правительства. Все это выглядит особенно странно на фоне заявлений человека Петра Порошенко, одесского губернатора Михаила Саакашвили, что все его с Абрамовичусом инициативы по замене глав госпредприятий блокировались лично Яценюком с подачи групп влияния. Но и это еще не все, тем более в контексте конфликта между президентом и премьером. Яценюк выдвинул парламенту ультиматум. Правительство уйдет в отставку в полном составе, если Верховная Рада сменит хотя бы одного министра. На этом фоне сила Юлии Тимошенко-Бытьевщина и львовского мэра Андрея Садового «Самопомощь» заявили, что не будут работать с кабмином Яценюка. Такое вот единство. Сказки под звуки взрывов в прифронтовой зоне недалеко от Донецкого аэропорта возобновил работу детский сад. По этому случаю дети-сироты из Харькова решили подарить сверстникам из Донецкой области настоящий кукольный театр. Слова поддержки для детей в зоне конфликта не менее важны, чем продукты и одежда. Подарок-спектакль привезли волонтеры. Подробнее Ольга Калиниченко. Небольшое село рядом с песками. Сейчас тут не стреляют, но периодически слышно, как в Донецком аэропорту разрываются снаряды. В село постепенно возвращаются местные жители. Заработал даже детский сад, который был закрыт полтора года. Узнав об этом, харьковские дети с особыми потребностями решили передать своим сверстникам кукольный театр, сделав его своими руками. Отвести свой подарок попросили волонтеров. И вот сегодня эти дети этими игрушками уже показали нам сказку. То есть уже как бы ответ передать привет детям, которые эти игрушки сделали. Инициатива поставить кукольный спектакль самих детей. Ну так говорят воспитатели. Эти игрушки детям очень понравились, потому что у нас театр еще был с основания садика 1974 года. И это же мы показали этот театр. Получается такая связь. Вместе с театром харьковчане привезли необычные сладости и подарки для воспитателей. Это наши детки сделали вот в Харькове, мыло своими ручками. И подписали. Видите, там написано Ольга Анатольевна. А что там написано? На юлюбленеса. Дети заворачивали конфеты. Дети писали пожелания в этих конфетах. Почему? Потому что в некоторых конфетах лежат записочки с пожеланием определенных хороших слов здоровья, благодарности, мира. Кукольную постановку волонтеры сняли на видео. Планируют показать его в Харькове своим подопечным на Большом Проекторе. Помогать малышам из зоны конфликта волонтеры со своими подопечными обещают и дальше. Ведь эти дети живут в постоянном страхе. Такие висточки хотя бы на время помогают им забыть о том, что происходит за пределами детского сада. Ольга Кольниченко, Илья Никонов. Настоящее время. Донецкая область. Тем временем находящиеся под контролем сепаратистов территории на востоке Украины практически полностью перешли на российский рубль. Власти так называемой ДНР объявили российскую единые расчетные валюты еще в минувшем сентябре. Одна гривна сейчас там равна трём рублям. Зарплаты и пенсии жители этих районов получают только в рублях. Из-за боевых действий многие не могли выезжать на подконтрольные Киевы территории, где была единственная возможность получить выплаты в гривнах. Более того, из-за продовольственной блокады этих районов Украины товары туда стали поставляться из России. И поэтому продавцы оплату в гривнах просто не принимают. Что говорят в этой ситуации сами местные жители. Поставки из России, если бы не было, у нас даже не было выбора яйца. Это для чего? Можно ли подарить? Вот. Уже гривен нет. Гривен нет. Уже рубли только. Покупатели приходят в основном, все, ну не в основном, в принципе все приходят с рублями, потому что уже выплачиваются пенсии в рубле. Всего времени. И даже те там, у кого где там по каким своим закромам гривна оставалась, она закончилась ещё в летний период. Поэтому в принципе ходит рубль у нас. Получал пенсию в 1500 гривнях, а теперь 3000 у... Ну на два, да, пенсию, что выплачивают. Да. Так хорошо, хоть беру. Пенсионеры, они стояли, смотрели, они не могли понять, сколько это и как это. И старенькие бабушки не привыкли к таким деньгам. Во-первых, украинские гривни, они были разноцветные. Эти не так. Уже третий год Андрей Усик живёт в киевском аэропорту Борисполь. 51-летний украинец остался без денег и крыши над головой. Не получив помощи от властей, он обустроился в зале ожидания. Об истории, в которую и поверить трудно, мои коллеги. За три года жизни в аэропорту Андрей Усик научился быть максимально незаметным. Его дом в зале ожидания за баррикадой из тележек и зонта цвета хаки. Из Борисполя Усик уже давно не выходит. Говорит, идти ему просто некуда. Более 20 лет украинец прожил в США. В бумажнике водительские права и ворух документов на английском. На родину Усик вернулся лишь в 2008-м в связи со смертью матери. В Киеве он обнаружил, что его квартира отошла с сиделки. По его словам, нелегально. Так Усик оказался на улице. Если человек попадает в такие обстоятельства, беднеет, превращается, как здесь говорят, в бомжа, то власти должны немедленно взяться за дело, начать расследование, восстановить паспорт, обеспечить жилье и пособие, сделать все, чтобы человек вернулся обратно в общество. Но от властей, говорит Усик, помощи он так и не дождался. Украинец уехал на заработки в Польшу, но и там не сложилось. В октябре 2013-го его депортировали. С тех пор Усик живет в аэропорту. Представители Борисполя говорят, что выселять мужчину не собираются. Закон он не нарушает и никого не беспокоит. А мы, как авиационное предприятие, никак не можем лишать его права находиться в общественном месте. Сотрудники аэропорта стараются помогать Усику, рассказывает официант одного из кафе. «Мужчина приходит, просит воды. А мы что, должны говорить ему нет? Когда вода с сахаром, это, возможно, единственное, что он пьет. Это было бы не по-человечески». По словам официанта, обосновавшемуся в терминале мужчине предлагали работу в аэропорту, но он отказался. Сам Усик говорит, что оставаться на Украине не хочет. «Я хочу жить в католической англоговорящей стране. Хочу ходить в католическую церковь по воскресеньям. Хочу вести дела с теми, кто говорит по-английски. Я хочу быть защищенным от работающих на государство маньяков и садистов. В Украине я такие условия создать не могу». Ну и уехать из страны без денег и необходимых документов Усик тоже не может. Поэтому все, что ему остается, это продолжать жить в аэропорту и провожать взглядом улетающие самолеты. В США горячая пора предвыборных теледебатов. С кандидатами в президенты партии должны определиться уже до марта. Времени все меньше. Передаем слово коллегам в Вашингтоне. Игорь. Спасибо, Сергей. Да, оставшись один на один после кокосов в Айове, кандидаты от демократической партии Хилари Клинтон и Берни Сандерс провели в телеэфире генеральную репетицию боев на выживание. И если на кокосах Клинтон хоть и с трудом, но удалось скачнуть маятник в свою сторону, то в преддверии праймерис рейтинги свидетельствуют о том, что за победу ей еще придется побороться. Накануне теледебатов наблюдатели гадали, коснутся ли демократы российской тематики. И без нее эмоциональный фейерверк обещал быть грандиозным. Коснулись. Детонатором стало недавнее заявление министра обороны США Эштона Картера, назвавшего Россию самой серьезной угрозой для национальной безопасности США. Клинтон, отстающая от вопросов перед Нью-Гемширом не только от своего однопартийца Сандерса, но и от республиканца Трампа, с готовностью демонстрировала публике свою решимость противостоять любым угрозам извне. Министр Картер имеет в виду постоянное давление, которое Россия оказывает на наших европейских союзников, пытаясь сместить границы, установившиеся в Европе после Второй мировой войны. Тем самым она стремится настроить европейские страны друг против друга, захватывая территорию, удерживая Крым, начиная просчитывать, не удастся ли ей совершить набег на Балтию. По мнению Клинтон, Путину надо четко дать понять, что такого рода агрессивность повлечет за собой соответствующую реакцию. И лучший способ сделать это – дать больше денег и оружия европейцам, чтобы они могли вносить активный вклад в собственную оборону. Берни Сандерса, безусловно, тоже беспокоит военный авантюризм Путина в Украине. Но, как выяснилось, в ночных кошмарах политику-социалисту является все же не Крым, а Северная Корея с ее водородной бомбой. Я очень и очень беспокоюсь по поводу этой страны. Россия живет во взаимодействии с остальным миром. Китай тоже. Северная Корея же – очень необычная страна, потому что она сильно изолирована. И я считаю, что нужно с ней разбираться, раз у нее есть атомное оружие. И разбираться очень эффективно. В общем, кого бы ни считали главной угрозой кандидаты в президенты, вывод очевиден – разбираться с ним надо и делать это нужно безотлагательно. Ну а кому именно выпадет эта ответственная миссия, мы с вами узнаем уже в ближайшие месяцы. В белорусском местечке Меречовщина отметили 270-й день рождения Тадеуша Костюшка – национального героя Соединенных Штатов и Польши, почетного гражданина Франции. На разных континентах он снискал в себе славу талантливого военного инженера, легендарного полководца и убежденного борца за свободу. О судьбе и наследии Костюшка – репортаж Олеся Круглькова. Имя Андрея Тадеуша Бонавентура Костюшка, литвина по рождению, борца за независимость Речи Посполитой и героя американской революции можно встретить по всему миру – на польских банкнотах и белорусских марках, на американских монументах и австралийских топографических картах. Личный друг Томаса Джефферсона и боевой соратник Джорджа Вашингтона Костюшка называл Америку своей второй Родиной. Сюда он приехал в 1776 году, чтобы принять участие в войне североамериканских колоний за независимость. В течение восьми лет молодой военный инженер занимался укреплениями городов, строительством огневых позиций и фортификаций. Среди его первых сооружений была крепость Вестпойнт в штате Нью-Йорк, где сегодня расположена военная академия США. За боевые заслуги Костюшка было присвоено звание бригадного генерала, предоставлено американское гражданство и крупный земельный надел. Спустя два с половиной столетия Америка по-прежнему чтит память своего знаменитого полководца. При финансовой поддержке посольства США на его первой родине в урочище Меречовщина под Брестом было восстановлено родовое имение Костюшка, где сегодня располагается его музей. Ежегодно 4 февраля, в день рождения Костюшка, здесь собираются представители стран, где его чтут как национального героя и почетного гражданина. Это наш совместный праздник. Наше посольство все это время активно занимался делом Костюшка. Есть дом-музей Костюшка в городе Филадельфии. Я думаю, что давно пора, что мы установили контакты между этим дом-музеем и нашим домом-музеем в Соединенных Штатах. Пусть это будет в следующем году. Жизнь последнего рыцаря Речи Посполитой была полна славных и трагических событий. Он стал свидетелем жестокого раздела своей родины между могущественными соседями. Возглавил национально-освободительное восстание и потерпел поражение. Побывал узником Петропавловской крепости и изгнанником во Франции и Швейцарии. Но везде, где бы он ни находился, приверженец идеи свободы Костюшка не переставал добиваться проведения конституционных реформ, отмены крепостного права и наделения крестьян землей. Покидая Америку в 1797 году, Костюшка завещал своему другу Томасу Джефферсону продать всю его недвижимость, а вырученные деньги использовать для освобождения чернокожих рабов. Как мы знаем из истории, рабство в США отменили только в 1865 году после Гражданской войны. Получается, что генерал Костюшка опередил свое время по крайней мере на 80 лет. В условиях экономических кризисов, вспыхивающих в различных частях света, экономика США продолжает оставаться относительно стабильным сектором мировой финансовой системы, считают эксперты. Однако при этом отмечают, что в последние годы показатели США далеки от идеала, особенно в отношении роста благополучия среднего класса. Продолжение темы в материале Вадима Оленчева. Глобальная экономика не стоит на месте. Если во времена Советского Союза двухполярный мир был ориентирован на принцип «лучше нам, хуже им», то сейчас дело обстоит совсем не так. В наши дни глобальная экономика должна быть устроена по принципу «лучше нам, лучше всем», считает бывший министр финансов США в администрации Клинтона Лоренс Саммерс. Это означает движение по пути международной интеграции, когда у большего числа стран растет заинтересованность в коллективном успехе. «До окончания нынешнего десятилетия многие страны с развивающейся экономикой могут превратиться в страны с деградирующей экономикой. В этом случае взоры всего мира в поисках подходящей глобальной экономической стратегии будут опять обращены на Соединенные Штаты. И наша задача в условиях трудностей и даже кризисов внутри страны реагировать на них так, как мы делали это в прошлом. То есть способствовать коллективному благополучию». 20-25 лет назад благополучие мировой экономики в основном определялось экономическим состоянием ведущих западных держав. На Китай, Индию, Бразилию, Мексику и другие страны с растущей рыночной экономикой приходится 40% мирового ВВП. Но сейчас в них наблюдается торможение, вызванное сокращением потребительского рынка. Из-за этого падает спрос и на энергоносители. «Все это создает дисбаланс мировой экономики. Активные экспортеры нефти, например, Венесуэла, Азербайджан и потенциальная Россия, скоро могут оказаться на грани дефолта». Отвечая на вопрос русской службы «Голоса Америки», Лорен Саммерс указал на то, что американо-российские отношения будут определяться ходом политических процессов. «Пока Кремль не пытается проводить реваншистскую политику, экономическое ослабление России не входит в сферу интересов США. Но чем больше глобальные интересы России будут противоречить нашим интересам, тем меньше мы будем заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество с Россией способствовало ее процветанию». Многие экономисты говорят о том, что миру срочно требуется подорожание нефти для восстановления баланса. Другие, наоборот, указывают на то, что дешевая нефть экономит среднему классу на Западе деньги на горючее, отопление, электричество и прочие услуги. Однако пока что, по данным Международного валютного фонда, американцы и европейцы предпочитают не тратить эти высвободившиеся деньги, а выплачивать имеющиеся долги. Это защищает общество от финансовых кризисов, но плохо стимулирует рост экономики. Поэтому очередные экономические реформы, которые намерены проводить власти США, не могут осуществляться изолированно и должны учитывать интересы всех государств-партнеров. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что удары, которые российская авиация наносит в Сирии, преимущественно по позициям сирийских повстанцев, подрывают все усилия по выработке плана прекращения конфликта. То же самое, только уже более открытым текстом заявляют и во внешнеполитическом ведомстве США. Госдепартамент считает, что удары российской авиации близ Алеппо стали одной из главных причин переноса переговоров по Сирии в Женеве. В Кремле все эти обвинения отрицают. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цитата, «Россия оказывает поддержку легитимному руководству САР в плане борьбы с терроризмом, с террористическими группировками и одновременно прилагают усилия на политико-дипломатическом треке». Конец цитаты. Напомним, накануне в Женеве были приостановлены переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Между тем, глава Пентагона Эштон Картер призвал решение Саудовской Аравии принять участие в любых сукопутных операциях в Сирии, которые организует международная коалиция во главе США. Тему продолжат наши коллеги в Праге. Сергей, пожалуйста. Да, действительно, Саудовская Аравия готова начать любую наземную операцию в рамках действий коалиции по борьбе с ИГИЛ. Об этом заявили в Саудовском министерстве обороны. По данным британского издания Guardian, для участия в наземной антитеррористической операции Эр-Рият может отправить в Сирию несколько тысяч спецназовцев. Несколько недель назад, отмечу, Саудовская Аравия и Турция создали специальный совместный орган, отвечающий за координацию военных действий. Тем временем, представитель Министерства обороны России уже заявил, что Турция готовит вторжение в Сирию. Мы имеем серьезные основания подозревать интенсивную подготовку Турции к военному вторжению на территорию суверенного государства, Сирийскую Арабскую Республику. В Минобороны также напомнили, что Россия активизировала все виды разведки. В Ближневосточном регионе отчиталось о 237 боевых вылетах в Сирии только за первые четыре дня февраля. Премьер-министр Турции Ахмед Давутуглу ответил на обвинения российских военных. Русские пытаются скрыть свои преступления в Сирии. Они просто переводят внимание от своих атак на гражданское население, в то время как страна уже вторглась в Сирию. Турция имеет полное право принимать любые меры по защите своей безопасности. Представители Турции также сообщили, что пока наземные операции на территории Сирии не планируют. Между тем, войска Башара Асада при поддержке российской авиации продолжают наступление в пригороде Алеппо, находящегося в 50 километрах от турецкой границы. Тысячи жителей прилегающих к Алеппо районов бегут в сторону турецкой границы, спасаясь от российских авиаударов. По данным ООН, в результате пятилетней войны более 4,5 миллионов сирийцев стали беженцами. Основную их часть приняли Турция, Иордания и Ливан. Как утверждают представители этих стран, они уже не в состоянии далее справляться с новой волной сирийских мигрантов. По подсчетам руководства Турции, только сирийских детей и школьного возраста в их стране сейчас находятся более 700 тысяч. Мы должны бороться с причинами, которые заставляют людей бежать из своих стран, которые заставляют их преодолевать опасную дорогу в Европу и вверять свою жизнь в руки перевозчиков и контрабандистов. Мы должны создать условия для того, чтобы у этих людей была возможность выжить. Концепцию создания киберармии разрабатывает Министерство обороны Грузии. Призыв резервистов планируется уже этой весной, а на лето намечены первые учения специалистов по кибербезопасности. Подробнее мой коллега Зураб Двали. В основные функции солдат виртуальной армии войдут защита киберпространства, отражение хакерских атак на государственные частные организации, а также борьба с международным кибертерроризмом. Пройти службу в этом спецподразделении Минобороны Грузии смогут все, кто обладает соответствующими знаниями в области информационных технологий. Суть проекта состоит в том, что высококвалифицированные IT-специалисты, которые главным образом служат в частном бизнесе, как бы они будут привлечены в дело защиты киберпространства государства. Служащих нового рода войск научат защищать сети от несанкционированного доступа, отражать атаки и реагировать во время кризисных ситуаций. Участие в киберрезерве будет приравнено к службе в армии. Первый добровольный призыв начнется весной этого года. В условиях гибридных войн надо быть все время на чеку, уверены авторы проекта. В киберпространстве вообще понятия такого, как мир или перемирие, не существует. Активность всегда есть, в том числе и негативная активность. И государству всегда приходится нейтрализовать негативную активность с различных стран. Сегодня ни одна масштабная военная операция не обходится без киберэлемента. И Грузия это испытала на себе сполна в августе 2008 года, когда российские хакеры взломали сайты министерств и ведомств страны. 21 век является информационным веком, поэтому информационная безопасность имеет очень большое значение. И война ведется не только огнестрельным оружием, но и в информационном плане. Большую помощь Министерству обороны Грузии оказывают в осуществлении нового проекта эксперты из Эстонии, которые имеют хороший опыт в данном вопросе и давно уже сотрудничают с грузинскими коллегами. Тема кибербезопасности сегодня приоритет военной стратегии стран Альянса и ее партнеров. Зуравдвали Гогачкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». И вновь время передавать слово коллегам в Вашингтоне Игорь Эфирваш. Спасибо, Сергей. Уже в названии этого симфонического оркестра американская балалайка заложен парадокс. Это ведь все равно, что сказать русское банджо или украинская флейта. Однако дирижер этого оркестра Петр Трофименко утверждает, что балалайка давным-давно стала американским музыкальным инструментом. Смотрите сюжет Вадима Масальского. В этом году коллектив «Американ балалайка симфонии» отмечает 15-летие. А история русской балалайки в Америке давно перевалила за сотню лет. И началось все, утверждает руководитель оркестра Петр Трофименко еще в 1903 году, когда... Здесь в Америке гастролировал великорусский оркестр Василия Васильевича Андреева. И он несколько месяцев провел в Карнеги-холе, ездил по стране. И с тех пор американцы стали создавать оркестры балайшные в Америке. Это все пережило и революцию, и Советский Союз, и перестройку, и нынешние дни, и все. И, как видите, здесь в основном американцы и в зале, и в оркестре. Часть музыкантов в оркестре – профессионалы, часть – любители. А потому есть в коллективе и математики, и финансисты, и юристы, и инженеры, и даже свой старший следователь полиции. Вот, например, Нед Редроп – профессиональный дизайнер. Но музыка – его страсть. В оркестре он с 2008 года. И хотя нынешний концерт посвящен европейской классике, в антракте Нед согласился наиграть нам свою любимую русскую мелодию. Трехструнная русская балалайка звучит в американском оркестре в гармонии с четырехструнной украинской домрой. Эдвард Уитман, писатель, ветеран ВМС США, играет на бас-домре уже 11 лет. Нет, наверное, такого музыкального направления, вспоминает Эдвард, которое бы не было представлено в концертных программах оркестра за эти годы. Мы играем классическую музыку, как сегодня. Мы играем фолк, джаз, рок-н-ролл и даже исполняем американский гимн – знамя, усыпанное звездами. А вот как звучит, например, старинный итальянский танец Тарантелло в сопровождении оркестра. Солирует бакалавр музыки Виктор Янге. В Америке нет министерства культуры. Выживает только та музыка, которую люди сами готовы играть и слушать, которая дарит им радость открытия. А открытие делать ужасно интересно. Если человек неравнодушный, то открытие – это же здорово. Сейчас коллектив американской балалайки готовит репертуар нового концерта. В него войдут произведения современных, возможно, даже пока неизвестных американских авторов. Вадим Масальский, Анатолий Кошенко, Дана Преображенская, Настоящее время, Вашингтон. Интересно, что бы подумал Эрнест Хамингуэй, узнав, что его правнучка позирует для одного из самых скандальных эротических журналов будущего. Учитывая эксцентричный характер великого писателя, наверное, как минимум, ничего хорошего. Однако у его родственницы, модели и актрисы Дри Хамингуэй есть оправдание. Она снимается для новой мартовской версии журнала «Плейбой», который объявил недавно о полном изменении своей редакторской философии. Издание прекратит печатать полномасштабные фото «Обнаженных красавиц». На этот шаг «Плейбой» подтолкнуло резкое падение тиража из-за обилия откровенных и бесплатных снимков в эру интернета. Ну что же, ничто не вечно в настоящее время. И это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я, Игорь Тихоненко и команда «Настоящего времени» в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В нашем субботнем выпуске смотрите. Важен ли резвый старт для успешного финиша? В Айове начался забег на Вашингтон претендентов на президентское кресло. Спасет ли российский бюджет приватизации? И в какой области будут затягивать пояса российские регионы? А также почему министру экономического развития Украины было стыдно ездить в Давос? И что из этого вышло? Все это в субботу в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время». Сергей Дорофеев. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова